Третий день масленицы. Тещина вечерки. Среда получил название «Лакомка». В этот день теща приглашала зятя в гости лакомиться самыми лучшими блюдами. При этом основным угощением, конечно же, были блины. В народе говорят, чем больше блинов на масленицу съешь, тем богаче и счастливее год проживешь. В этот день приглашали друзей, знакомых, родственников и угощали всякими разнообразными лакомствами, сладостями, медом, пряниками. Делали широкие гуляния. Иначе год будет бедный, неплодородный и много богатств в семью не принесет. Надежда – повар со стажем. Признается, времени потраченного у плиты не жалко. Хуже, если тарелки не опустили. Тещина блины – это по обычаю целый пир. Уж каких только не напечет. И маленьких, и больших, и молочных. А гости этого ресторана сегодня будут лакомиться пухлыми шоколадными оладьями. У каждой хозяйки, как с борщом, так и с блинами, у всех свой рецепт. Какие кто любит? Кто-то любит на молоке, кто-то на воде, кто-то там с большим количеством всякой сдобы, кто-то просто пресные. Мы любим здесь, чтобы было много, сладко и вкусно. Поэтому у нас там молоко, масло и яйца. И много сахара, соответственно. Поэтому обычные блинчики тоненькие, притоненькие получаются. А дрожжевые, соответственно, такие богатые, домашние, очень вкусные. Первый блин комом. Именно так правильно писать. На Руси существовала традиция кормить в масленицу просыпающихся от зимней спячки медведей. В древности медведя называли комами. Именно отсюда и возникла эта пословица. То, что первый блин неудачный, как ком, современные хозяйки пословицу адаптировали под себя. Если сковорода не сильно раскалилась, то, конечно, он может там свернуться как-то. А в принципе, первый блин, я считаю, должен быть всегда на пробу. И собирает лишнее масло со сковороды. Поэтому первый, ну, так попробовать. Но гостям лучше не стоит. Если делать, то надо с душой. Поэтому следующие они побудут уже. Рука набьется. И количество теста. И вообще, вот смотрите, какие хорошие. Сегодня, если верить традициям, необходимо пригласить домой друзей, чтобы вместе насладиться угощениями. Этим днем закончится так называемая узкая масленица. И уже завтра начнется широкая. В этот день на Киевской Руси всегда объедались досуто блинами и пирогами. Продолжение следует...